Какие шедевры сейчас только не создают кондитеры? Хотите торт-люстру? Пожалуйста! Смотришь на эту красоту и удивляешься, как все это можно сделать. В этом выпуске нашей программы мы раскроем некоторые секреты кондитерского искусства. И повар, и художник, и флорист, и скульптор, а еще спящий по пару часов человек. Так говорят о кондитере. Работа мастера по приготовлению сладостей требует не только тонкого вкуса и воображения, но и физической выносливости. Кулинарные шедевры порой создаются часами. Это очень тяжелый труд. Это кропотливая работа, сложная. Иногда по 6-7 часов ты сидишь, делаешь один торт, пирожное. Просят 6 капкейков, но ты работаешь 5-7 часов. От начала и до конца. Марина Алдохина – кондитер с большим стажем. В 16 лет она делает торты и пирожные удивительной красоты. Что бы ни заказали, она всегда с азартом берется за свою работу. Люди просят сделать, повторите, фигурки игрушек. Какие-то цветы, у которых лепестки очень-очень тонкие, нужно их долго сушить. Процесс долгий. Иногда день-два занимает лепка. Главное, считает Марина, это не стоять на месте, постоянно расти, создавать что-то новое. Тем более, что сейчас для реализации самых неожиданных задумок кондитера можно найти все, что угодно. Учусь, езжу на семинары, получаю какие-то маленькие курсы, для себя открываю что-то новое и каждый раз узнаю, побывав с 16-летним опытом, что есть чем учиться и нужно идти вперед. Увлекаясь работой, Марина просто погружается в процесс создания торта. Порой какие-то идеи рождаются уже в процессе приготовления. Меня друзья называют сладкой феей. Звонят, говорят, сладкая фея, пожалуйста, выручи, нужен торт. Только вот мы уже много чего ели, у тебя надо что-то новое. Вот когда просят что-то новое, сажусь, ночь колдуем. Задумок по оформлению и эксклюзивных рецептов у Марины очень много. Она призналась, что всегда стремится к чему-то новому и смело экспериментирует со сладостями. Так рождаются кулинарные шедевры. Марина, я смотрю, у вас на столе и кисти, и краски, и мастерки. То есть, по сути, кондитер, он немножко художник и немножечко скульптор. Правильно я понимаю? Да, это очень творческая профессия. Кондитер должен уметь все. Он должен рисовать, лепить различные скульптуры. Мы заказчики очень разные, интересные, у каждого свой вкус. Каждый хочет удивить своих гостей, себя, близких, любимых людей, чем-то интересным. Поэтому мы лепим, раскрашиваем по мастике, по крему, по масляному. Марина, я честно признаюсь, я не художник и не скульптор, и не кондитер, поэтому для меня все это очень сложно. Давайте начнем с чего-нибудь простенького, какого-нибудь маленького тирожного. Будем пробовать учиться, сделать капкейк. Это пирожное, семья излюбленная. Заготовочки мы уже сделали. Пирожное будет у нас наполнено внутри джемом, ягодами. То есть, оно будет сложное, вкусное, не просто так. Выбираем, чем нам будет удобно вырезать. Нажимаем на капкейк, на серединку, вкручиваем, чтобы серединку, снизу немного придерживая, и вытаскиваем серединку, как бы, вдавливая. Катюш, не переживайте. Он у меня сейчас развалится. В руках держим. Все хорошо, ничего, дырочка у вас получилась. Сейчас мы нальем сиропа немного, чтобы пропитать наш капкейк. Чтобы было еще вкуснее, мы наполним наши капкейки ягодами. Черникой, клубникой. Клубничку берете, разрезайте напополам. Ты держишь ровно и рисуешь сюда круг и до конца. Все, можно, да? Поехали. Вот я вообще растерялась теперь. Да. Давим, 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 давим. Отлично. Вот. Уже все получилось. Третий раз будет еще лучше. Ну да, по сравнению с первым, конечно. У вас получилось, оно немножко вверх идет, да? Да, можно вверх, можно по краям. Художник сегодня видел так. Слушайте, ну вот это вообще кошмар. Прям куда-нибудь спрятать ее. Не будем прятать ничего. Сейчас мы все задекорируем так, что никто и не поймет, что здесь вот чуть-чуть чего-то не хватает. Давайте декорировать. Так, вы свои денюжки, а я свою свадебную тематику. Так как у меня любовная тема, я возьму себе сердечки. Такие вот сахарные. Они очень интересные. А я себе возьму серебряные шарики. Да, да. Деньги. Деньги это действительно точно любят. Гулять так гулять. Гулять так гулять. Кропотливая работа. Убегают, постоянно, куда-то и приклеиваются они туда, куда хотели. Их приклеить к пальцам. Это первый раз сложно. Второй раз вам будет намного легче. Ну вот, Катерина, наши готовы. Декоры сейчас украсим и дополним наши капкейки. Это у вас готово. И у вас тоже очень хорошо получилось. Смотрите, как интересно и со вкусом. С фантазией. С фантазией. Сверху аккуратно кладем нашу заготовочку. Пирожное на миллион. Пирожное на миллион. Можно отправлять в передачу, кто хочет стать миллионером. Можно украсить вот такими красивыми, интересными юбочками. Давайте. Вот, вы свой. Давайте юбочками. То есть это последний штрих? Да, это последний штрих. Тришка много наклеила денег. Серебра, золото, оно уже через край. Вот такая вот красота у нас с вами вышла. Каждый десерт, каждый торт, каждая какая-то любая сладость, которую заказывают, они хотят, чтобы это была их сладость. Чтобы мы, кондитеры, проявили свою смекалку, свое умение, свое искусство в работе и сделали их задумку. С украшением торта все гораздо сложнее. Берем мастику, сахарную пасту, разминаем и вырезаем из нее самые разные цветы и лепестки для будущей розы. Очень люблю свою профессию. Всегда с интеллектуальным подходом покажу каждому торту, с индивидуальным, потому что на самом деле каждый торт – это эксклюзивная работа. Когда все элементы декора готовы, начинаем украшать торт. Тут уже все зависит от таланта кондитера. Мало сделать цветы, их еще нужно и расположить так, чтобы это было красиво и аппетитно. Марина, какая красота у нас получилась. Это просто великолепие какое-то, и то, что это еще и съедобное. Я поняла, что вы не только художник, вы не только скульптор, вы еще и флорист. И еще и кондитер. Да, могу сказать искренне, честно, что мы превращаем торты в искусство. Действительно. Искусство – это много разных профессий, собранных в одну. Вот сегодня вы попробовали, поработали мы. Не один час, а 6-7 часов. Все мы провели с вами вместе. Работа тяжелая, трудная, но результат меня не только впечатляет, я... А как меня впечатляет, вы даже не представляете? И спасибо вам, что... Вот это вот подняется, все это красоту, вот если честно. Вы способная ученица, да? Да, легко все прошло у нас на обучение. Спасибо, спасибо. Какая красота. Ну, на этом мы прощаемся с вами. До скорых встреч на телеканале «Брянская губерния». Субтитры сделал DimaTorzok